День рождения Путина Слава Богу, хоть одеты Воспитатели поставили учеников 2-го класса школы в Ямало-Ненецком автономном округе на колени, чтобы поздравить Владимира Путина 72-летием Второклассника выстроили в форме букв «Путин» с флажками в руках Сегодня на коленях постояли, завтра вот такие хиты всем классом спели А что достанется тому поколению моему? Дашь слабинку потеряем всю страну А наши верные друзья Это флот и армия Память дружбы Деда красная звезда А дальше можно спокойно к роли фронтового мяса понемногу готовиться Ну а что? Вот это вот «Дядя Вова, мы с тобой»? А на земле сей был бы мне Но если главный командир Позовет последний бой Дядя Вова, мы с тобой Оно ж реально десятками тысяч гниющих по посадкам боевых скрипоносцев заканчивается Путинских убийц, как вы уже поняли, бывших юнормейцев Ну а чтобы поток мяса в юнормию не прекращался Мудрые бояре решили поздравить царяну просто чудесными инициативами Теперь люди, по каким-то причинам не имеющие детей, будут вынуждены платить государству Если, в общем, у тебя детей нету И ты продолжаешь толдычить про то, что тебе надо делать карьеру Или пожить для себя Да базаров нет, живи для себя Плати просто дополнительно денег в казну и все Облагаться налогом по плану будут все бездетные без исключения Я согласен, я согласен Потому что начнутся вот эти вот справки Да я не могу родить Значит, а у меня воздектомия То есть это в нормальных странах стимулирует рождаемость Поощряя молодых родителей разного рода выплатами и пособиями А в Россиюшке бункерного многоходовочка Ты либо рожаешь, либо платишь Ох уж это смех держало Можешь иметь детей, не можешь иметь детей Встретил ты свою любовь Или любовь где-то продолжает ехать в электричке В грязных ботинках Это, в общем, никого не колебет Хотя, с другой стороны, чего-то другого никто от них не ждал Ведь, как мы уже сказали, Кремлю пушечное мясо нужно в промышленных масштабах И на перспективу Причем здесь без каких-либо личных домыслов Посмотрите на риторику федеральных каналов Там городские сумасшедшие вместе с действующими чиновниками Не закончив одну войну, уже планируют следующие Сейчас вот мы вам очередные перлы алкогенерала Гурулёва покажем Мы рубеж нарисовали Мы сказали, что тут должно быть вот так, вот так, вот так, вот так А как? Так как президент России Еще до начала специальной военной операции В декабре месяце 21-го года Отправил депешу натоским товарищам Где границы нато должны быть, где все остальное То есть замглавы Госдумы по обороне прямо говорит, что Украина для путинского неорейха Лишь промежуточный этап И задачу двигать НАТО на границе 97-го года никто не отменял Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути Где нормальным языком написал Ребята, валите в границе 97-го года Ну так же было А ежели буржуи западные перечить вздумают То на раз могут и ядеркой получить И тогда будет предельно понятно Кого долбить ядерным оружием, кого не ядерным Кого еще просто как Есть скромное мнение, что именно такие фрагменты программ На государственных каналах России Нужно показывать трампистам, Орбану, Фитца И прочим западным деятелям Которые по каким-то причинам до сих пор верят В возможность договориться с Россией Той самой России, где на уровне топ-чиновников Предлагают уничтожить целые европейские государства Вот, например, что накатал Ко днюхе Путина некто Медведев Наша прославленная лыжница Елена Вяльбе Предложила сбросить бомбу на Лондон Правильно, конечно, но решать вопрос надо в корне И сразу потопить проклятый остров Англосаксонских псов И да, все мы понимаем, что после праздника В Кремле Димка Медведев и Валька Матвиенко Пробрались в банкетный зал И допивали изо всех рюмок Но Медведева же за подобную писанину Никто и не подумал осудить Как остались без внимания и мечты об ударах ядеркой По Киеву Какая-то вонючая киевская дунда Предложила перенести войну в Белоруссию Ну тогда у Александра Григорьевича Будет полное основание обратиться к России Для использования размещенного в Белоруссии Тактического ядерного оружия И ему трудно будет отказать В удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве Ну а что, начинали со спецоперации спасения? Не случайно это военная операция Называется спасение А теперь получили по ушам И уже ядеркой, видимо, спасают А ведь как красиво кукарекали в свое время и про Киев, и про Лавру У нас ведь все ходы записаны Никакой Киев мы бомбить не будем никогда Потому что есть причина первая В Киеве расположены наши святыни И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович Не примут решение о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру Это просто исключено А теперь ровно этот же Путин словно в рот воды набрал А бояре попроще читают творчество Димона Хлопали в ладоши Но больше всего разорвало черноротых типа Соловьева Эти жалкие реально Несколько эфиров не унимались Ну, так как Дмитрий Анатольевич процитировал В чем-то и некоторые наши воззрения Наша прославленная Лыжница Елена Вяльбе Предложила сбросить бомбу на Лондон Правильно Конечно, но решать вопрос надо Надо в корне и сразу протопить проклятый остров англосаксонских псов Представляю завтра английские газеты Отчего делаем вывод, что если где у Россиюшки с Путиным и есть какой-то прогресс То исключительно в плане людоедства Число совершенно неадекватных пропагандистов на единицу площади растет как на дрожжах Заткни свой язык куда-нибудь туда и вообще молись, чтобы с Россией ничего не вышло А еще лучше, как говорится, выполнить весьма умеренные требования Российской Федерации И, как говорится, живите спокойно И тогда у вас все будет в порядке Благо, есть в мире страна, которая всеми силами борется с поднявшим голову злом И пусть украинский салют для Путина получился несколько запоздалым Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда Как вы, наверное, догадались, демилитаризация случилась с очередным российским складом БК А эстафету вслед за Тверской перехватила Брянская область И, надо сказать, местные чинуши и солдатики не подвели Видать, и здесь при строительстве арсенала украли все, что только можно украсть А потому защитные заграждения снова были пробиты не ракетой, а обычным дроном И что тут скажешь? Дерзайте в том же духе Да, боекомплекта у России по-прежнему много Вот только каждый подобный прилет нарушает логистику и подвоз боекомплекта непосредственно к фронту Отчего наступательный потенциал оккупантов продолжает падать А впереди сезон дождей, распутицы и каши вместо дорог Вот почему провис со снарядами у врага конкретно сейчас для ВИСу очень кстати Начнется осенняя распутница, когда воевать можно будет только по дорогам А мы прекрасно знаем, что такое война на дорогах Когда все перестрелено, когда воздух контролируется их передронами То есть уже сейчас можно смело констатировать, что все грозные обещания путинских болванчиков Снова накрылись медным тазом Они же, если кто забыл, и выход на границы Донецкой области до конца года обещали Мы видим буквально через каждый день, можно сказать, через два дня Как говорится, новые заголовки о том, что освобожден очередной населенный пункт Я так думаю, что в скором времени мы сможем уже констатировать факт Полного освобождения Донецкой Народной Республики А Кадыров так вообще не мелочился и победу в 2024 году холопом обещал Победа 100% в этом году будет до нами В этом году? Да, нет сомнений Мы, честно говоря, уже сбились со счета, сколько раз чеченский бородач не ответил за слова И очень зря в Кремле думают, что подобное вранье и ложные надежды людям проходят бесследно Нет, не проходят Мы, например, получили некислое удовольствие, глядя на нытье коллаборанта Царева Для нашей страны, вообще для нашей ситуации в мире год это очень много Три это очень много, а пять это вообще корову Дело в том, что позывной «Шта» устал слушать сказки по телевизору Царев прямо говорит, постоянное вранье расслабляет скрипоносцев А глубинный народ со временем офигеет от хода путинской СВО Ведь при нынешних темпах наступление только на захват Донецкой области уйдет пять лет Если скорость освобождения сохранится, нам понадобится пять лет, чтобы освободить Донецкую область А ведь изначально, если верить Гауляйтеру Пушилину, на выполнение этой задачи Кремль давал два дня До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни Собирались за два дня, а теперь кукарекуют про пять лет Зато языком спецоперация идет по плану Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком По плану Ну да, дед, верим, что ты так и планировал У Донецка пять лет колупаться И это ж, если на Донецкую область пять лет То сколько же уйдет на Херсон, Одессу, сухопутный выход к Приднестровью А именно такие цели по-прежнему декларируют бояре Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей А если Одесская, значит Николаевская Потому что это Черное море Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России Короче, пусть считают сами Но не зря кажется, в свое время Михеич говорил, что до победы Нынешнее поколение российских политиков банально не доживет Если мы будем в этой же логике действовать такими же темпами То, знаете, нашей с вами жизни не хватит на то, чтобы увидеть хоть какие-то успехи А вот до чего кремлевские упыри точно доживут Так это до целой серии фееричных позоров Уже третий месяц пошел с того чудесного момента, когда часть Курской области стала подконтрольной Украине Но ядерная сверхдержава не просто утерлась Кремлевские додики продолжают шокировать глубинный народ новостями уже из Белгородской области Объявлена эвакуация еще двух населенных пунктов Белгородской области РФ Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков По его словам, во время заседания оперативного штаба во вторник 8 октября Было решено закрыть въезд в село Петровка и Соловьевка А также начать отселение жителей и обеспечение их новым жильем То есть просто вдумайтесь Страна, начавшая полномасштабную войну якобы ради безопасности России Теперь создает санитарную зону на своей же территории А это говорит только об одном Все вот такие визги про Харьков и Харьковскую область Санитарная зона, она будет создана Всеми доступными для нас средствами, методами Обернулись для России унижением и провалом Уж Харьков никак не обойдем, кричали убогие на камеру Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания Но судя по тому, что отселять людей начали в Белгородской области Что-то опять пошло не по плану Вот только это никто из пропагандистов не наберется смелости признать Честные и смелые люди банально не выживают в выстроенной Путиным системе И в долгосрочной перспективе это аукнется совершенно всем россиянам Ведь призванные врать или лизать точно не спасут Россию в трудную минуту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова